Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. Мы с Алексеем только что сегодня засняли ролик с водой, которая не вытекает из перевернутого стакана. Между прочим воды в стакане может быть совсем немного. Я закрываю стакан дюралевой пластинкой, переворачиваю, отпускаю пластинку и она держится даже при таком небольшом количестве воды. И этот ролик и этот опыт навел меня на мысль продемонстрировать еще один опыт, в котором наблюдается в каком-то смысле аналогичное явление, хотя сначала кажется, что по внешности на этот опыт не похоже. А это опыт с плаванием металлических предметов в воде. Иногда опускают иголку, а я возьму всю ту же дюралевую пластинку, аккуратно опущу ее на поверхности воды и вот она плавает здесь на поверхности. И многие считают, что пластинка удерживается на поверхности благодаря силам поверхностного натяжения воды. Но сейчас мы посчитаем эти силы и я покажу, что это не так и этот взгляд является на самом деле некоторым заблуждением. Хотя силы поверхностного натяжения, конечно, играют важную роль и в этом опыте тоже. Однако не они поддерживают пластинку на плаву. Ну и в самом деле, допустим, что пластинка поддерживается на плаву силами поверхностного натяжения. Вот я их тут показал зелеными стрелками. Ну, тогда надо посчитать эту силу. Значит, периметр пластинки 44 сантиметра. Чтобы найти силу, надо умножить на коэффициент поверхностного натяжения 0,07 ньютона на метр. Значит, перемножаем, получаем три сотых ньютона. А теперь найдем вес этой пластинки. Ее масса 30 граммов. Ну, значит, весом же это три десятых ньютона. В десять раз больше. И эта дюралевая пластинка никак не может поддерживаться силами поверхностного натяжения. Ну, а чем же она тогда поддерживается на плаву? И в этом месте я предлагаю вам остановить видео, написать свои соображения, а потом включить его снова и посмотреть мое объяснение. И вот я утверждаю, что пластинка поддерживается на плаву силами гидростатического давления, действующими на нее снизу, фактически архимедовой силой. Ну, давайте найдем давление, которое нужно оказывать на пластинку, чтобы ее вот так поддерживать. Значит, надо ее вес три десятых ньютона разделить на ее площадь. Ну, чуть больше квадратного дециметра. И мы получаем давление в 25 паскалей. А теперь спросим себя, а на какой глубине это давление в 25 паскалей будет действовать? Значит, для этого надо вспомнить формулу давление есть рожа h, ну и соответственно h это p делить на рожа. Делим и получаем глубину в два с половиной миллиметра. Ну, таким образом, сама пластинка имеет толщину в один миллиметр и вот тут сверху еще такая ямка в полтора миллиметра глубиной должна иметься. И тогда вот это давление и будет поддерживать пластинку. Но на самом деле даже чуть меньше все-таки силы поверхностного натяжения нельзя исключить. Хотя пластинку, как я уже сказал, держат не они. Но без них тоже нельзя обойтись. Они тоже играют здесь важную роль. И эта роль состоит в том, что поверхностное натяжение удерживает вот этот бортик и не дает воде затечь на пластинку. Ну и таким образом у нас получается вот такой кораблик. Как бы вот в этом всем объеме. Вот он и плавает в воде. И это и есть ответ на вопрос, какие силы держат пластинку на плаву. Пишите ваши комментарии, соображения, вопросы и спасибо вам большое за внимание.